А в Слюдянском районе прошла спасательная операция по транспортировке мужчины, который сорвался со скалы на Хамар-Дабане и получил серьезные травмы. На вертолете Ми-8 спасатели байкальского поискового отряда доставили пострадавшего в поселок Никола, где передали бригаде скорой помощи. А вот 52-летние иркутянки не смогли помочь выбраться из тонущего автомобиля. Трагедия произошла недалеко от садоводства в правобережном районе Иркутска. По словам очевидцев, двое местных жителей приехали на отечественном авто и оставили его на склоне берега. Через какое-то время машина покатилась в реку. Женщина успела забраться в салон, но не успела предотвратить скат авто и оказалась в реке. Только через пару часов ее тело и машину удалось обнаружить на дне реки. Еще один трагичный случай произошел на Китое. Там с моста нырнул 33-летний местный житель. Сделал это ради эффектного селфи, но выплыть так и не смог. А в Нижнеудинском районе 67-летний мужчина спас из реки тонущего мальчика, правда ценой собственной жизни. Но не только трагедии на воде, но само ее качество может быть опасно для здоровья людей. Так в реке Иркут купаться оказалось опасно для здоровья. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. Они взяли образцы воды в 62 популярных местах отдыха в регионе и выяснилось, что состояние воды в Иркуте в Шельховском районе не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Ранее воду признали непригодной для плавания на заливе Якови и у ледокола Ангара. Редактор субтитров А.Семкин